отличается от застой очень просто экономическая стабильность это база для развития вообще стабильность это всегда база для развития а за 100 это по сути день дело движение назад никакого развития вот в этом главное отличие смотрите первые 10 лет ваш суперла ну класс а потом где-то года с 8 2008 начался бег на месте очень общеукрепляющий ну во первых он действительно укрепляющие я сейчас скажу об этом и это имеет значение а во вторых вопрос был ведь в том что с какой база мы начинали 99 2000 она была минимальной а просто ничтожной потому что за чертой бедности тогда если начинать с ключевого вопроса жила 42 миллиона человек это треть населения страны сегодня тоже много 3 13 5 но это все таки это все таки не не треть не 42 миллиона хотя это много и мы должны с этим бороться значит у нас к этому времени к тому времени золото валютный резерв были 12,5 миллиарда долларов а долги государства 145 миллиардов не видно было конца и края не было не было непонятно как мы с этим разберемся у нас с тех пор до сегодняшнего дня вот я сейчас буду говорить и люди начнут сомневаться но это факт на реальная заработная плата реальная выросла на 4,2 процента насчет пенсии почти в три раза 2,9 и реальные доходы на 2,4 подросли в 2,4 раза этого с нулевого года то есть это это все абсолютно реальные вещи это не говорит о том что сегодня все хорошо совсем нет даже наоборот и более того ведь люди связывают сравнивают всегда не с тем что было вчера как было плохо вчера конечно а с тем как должно быть хорошо завтра и когда они не видят того чего они хотят видеть это вызывает разочарование честно говоря я тоже так этому отношусь тем более что обещали в восьмом году говорили о том что двадцатому году будет зарплата в среднем 2700 долларов на семью из трех человек будет 100 квадратных метров квартира но не совсем так это это были дворительные планы концепция 2020 где тысячи восьмому году планировали удвоить ввп и на базе удвоения строили социальные планы но в 2008 году мы практически достигли этой планки разразился мировой экономический кризис не по нашей вине он пришел к нам извне и тогда у нас стала другая задача более примитивная я хочу напомнить она заключалась в том чтобы не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопление граждан это было в 2008 году я тогда стал представителем правительства и вынужден был сказать публично это был большой риск честно говоря я сказал что то что вы стали председателем нет то что я сказал а я сказал следующее я сказал что чего я не допущу это того чтобы повторилась ситуация 98 года когда грохнулись все накопления граждан и мы этого не допустили но это действительно негативно сказалось на нашем развитии но честно говоря не мы в этом были виноваты это мировой финансовый а потом экономический кризис который пришел извне хорошо но последние годы доходы реальные доходы это правда снижаются это безусловно нас беспокоит меня очень беспокоит то что такая стагнация произошла в реальных доходах населения объяснение есть и прежде всего оно связано с резким падением на цен на энергоносители но пока все равно сросло нефти было 100 и больше долларов за баррель а сейчас 60 разница есть в два раза почти поэтому поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе но ждать годами люди тоже не могут и это прекрасно понимаю я вообще понимаю что это одна из самых ключевых сейчас социальных проблем обязательно мы должны что-то сделать правительство обязательно должны что-то сделать для того чтобы это подтолкнуть способов нового а персональную ответственность кто-то несет за то что доходы снижаются то что количество бедных опять растет вот последние цифры опять подросло но было 13 и 4 стал 13 5 десятых на разнице небольшая но она конечно это конкретные люди да это правда но есть и персонально то есть и объективные обстоятельства понимаете что можно сказать про персональную ответственность если снизились цены на нефть на мировом рынке что можно сказать про персональную ответственность если мы же хотели экономические зависимость мы хотели выйти и постепенно уходим кстати говоря мы мы реально уходим от этого потому что доля не нефтегазовых доходов она растет но это требует времени туда это не сделаешь одним одним щелчком пальцы понимаете люди их тут это сейчас у нас много разговоров про инфляцию то что там показатели снижаются но люди это смотрят холодильник правда макроэкономические показатели это все красиво но вы представляете вот дело в чем дело в том что если маленькая инфляция это значит что цены не растут или растут минимальным образом растут минимальным вот у нас в начале двухтысячных которых вы начали да на двухтысячных 20 вопросов и оттуда практически уже 20 и по моему пятьдесятых была инфляция а в 99 когда я стал представителем правительства была 36 по моему 35 а в 2000 а в 1992 2600 пунктов было так значит а сейчас 3 в районе трех крутится где-то 3 4 3 5 это цены на в том числе на продукты питания но как же не имеет значения это имеет значение и больше что люди очень очень чувствуют когда инфляция растет и и цены поднимаются реально люди чувствуют на своем кошельке другое дело что наряду с на таргетирование инфляции нужно конечно поднимать реальные доходы граждан это совершенно очевидно это совершенно очевидно в условиях так сказать на нашей структуры экономики не так просто но дополнительно усилия правительство точно обязаны предпринять вот сейчас мы это обсуждаем